всем доброго времени суток на связи медицинский канал повышенный уровень глюкозы в крови обнаружен почти у 20 процентов людей есть несколько продуктов употребив которые можно практически моментально снизить содержание сахара в крови а вот для закрепления результата необходимо изменить образ жизни в частности увеличить физическую активность и внедрить в свою жизнь принципы здорового питания это позволит в дальнейшем понизить уровень глюкозы в крови на длительный период и как бонус вы уменьшите количество так называемого плохого холестерина прежде чем переходить к продуктам понижающим моментально уровень глюкозы в крови необходимо этот самый уровень знать согласитесь в домашних условиях лучший способ определения содержания глюкозы в крови можно считать использование глюкометра у здорового человека натощак уровень глюкозы в крови может варьировать в пределах от 3 до 5 единиц а через час после приема пищи сахар в крови постепенно повышается достигая отметки 8 9 единиц и это вполне нормально спустя два часа после еды показатель глюкозы в крови снижается и в норме не должен превышать 7 и 8 десятых единицы если же уровень глюкозы в крови после приема пищи находится в пределах 7 и 8 11 и одна десятая единиц это свидетельствует о развитии пред диабетом если глюкометра нет по причине того что вы считаете что у вас диабета нет и вы никогда по этому поводу не обращались к врачам то вам следует к себе присмотреться более внимательно так если кожа на ладонях рук словно сделано из воска а сжать и разжать пальцы становится все проблематичнее то этот симптом указывает на повышение содержания глюкозы в крови и вам надо посетить эндокринолога если же вас мучает жажда и днем и ночью сопровождающиеся ощущением сухости во рту несмотря на частое употребление воды если у вас учащенное мочеиспускание особенно ночное время суток сопровождающиеся увеличением выделяемой мочи присутствует расстройство пищеварения при котором запоры сменяются диареей отмечается зуд кожных покровов и слизистых включая половые органы к тому же медленно заживают даже неглубокие царапины долго кровоточат из-за нарушений выработки факторов свертываемости крови отмечается зябкость конечности ухудшение зрения в виде появления мушек и пелены перед глазами вы подвержены резким колебанием веса без видимых на то причин причем потеря веса зачастую наблюдается на фоне повышенного аппетита при такой симптоматике вам надо не просто посетить эндокринолога а бросить все прямо сейчас и бежать к врачу и так с диагностикой мы разобрались и теперь выясним в общих чертах какие продукты уже сегодня прямо сейчас следует исключить из вашего рациона при повышенном уровне глюкозы в крови к таким продуктом в первую очередь относятся конечно сахар и сладости в том числе и мед хотя он и очень полезен для тех кого диагностирован повышенный уровень этого самого сахара или глюкозы если использовать медицинскую терминологии в крови кроме меда к запретным продуктам относиться также сдобная выпечка любые фруктовые или ягодные соки любые сухофрукты сладкий фрукт крахмал содержащие продукты например картошка продукты с большим количеством животных жиров сливки сливочное масло сало и так далее а вот список полезных продуктов с малым показателем гликемического индекса зеленые овощи лимоны и гриб фрукты оливки кукуруза тыквы чеснок все виды лука практически все виды орехов злаковые культуры бобы белое мясо морская рыба и другая морепродукции следующий вопрос такой если вы уже принимаете инсулин можно ли вам воспользоваться теми рекомендациями которые будут представлены далее в этом видео если врач назначил вам инсулин то это означает что на данный момент это лучшее для вас решение однако не отчаивайтесь возможно все еще можно изменить в лучшую сторону вот только самостоятельно отменять инсулиновые препараты ни в коем случае нельзя вам придется для начала изменить образ жизни и питания наблюдая за уровнем глюкозы в крови используя рекомендации этого видео под контролем врача в дальнейшем можно пробовать снижать дозу принимаемого инсулина и даже полностью от него отказаться и это вполне реально повторюсь под контролем лечащего врача и так чтобы не испытывать ваше терпение начну с продуктов и методов которые практически моментально снижает уровень глюкозы в крови это в первую очередь растение в целебных свойствах которого не приходится сомневаться и называется оно женщин это растение снижает уровень сахара в крови через 30 минут после еды такой свойств растения было обнаружено в ходе медицинских исследований результаты которого опубликованы в журнале journal of medicinal food причем исследования проводили среди пациентов у которых был диагностированный диабет 2 типа а доза женщиня в виде экстракта составляла 3 грамма в сутки натощак прием этого целебного снадобья был рекомендован как дополнительное лечение при диабете 2 типа одновременно такое лечение оказывало положительное влияние на показатели артериального давления понижая его еще один способ быстро практически моментально снизить уровень глюкозы в крови это принять горячую ванну или душ такая процедура снимает стресс и понижает уровень кортизола в крови теперь объяснение лечебного механизма действия такой процедуры все дело в гармонии под названием кортизол американские медики нашли связь между гормоном стресса кортизол и уровнем сахара в крови у людей с диабетом 2 типа результаты исследований опубликованы в журнале психонейро эндокринологи у здоровых людей уровень кортизола колеблется естественным образом в течение дня повышаясь утром и падая ночью пишется в этом издании а руководил этой работой доктор джошуа джосеф из центра исследования диабета и обмена веществ при медицинском центре штата агайо у участников сахарным диабетом 2 типа уровни кортизола были более плоскими в течение дня на фоне высоких уровней глюкозы ученые также выдвигает предположение что снижая уровень кортизола можно использовать в качестве способа профилактики диабета моментально или очень быстро понижает уровень глюкозы в крови также пение механизм действия здесь тот же снижение уровня кортизола и как следствие снижение уровня глюкозы кстати те кто не умеет красиво петь могут просто подвывать но в этом случае надо предупредить близких чтобы у них не развился стресс британский врач майкл мосли использует именно такой нестандартный способ снижения уровня глюкозы в крови а вот если вы соедините эти две процедуры я имею ввиду горячую ванну и пение то эффект будет еще заметнее и кроме снижения уровня сахара в крови вы еще и сможете получить дополнительный бонус в виде снижения у себя кровяного давления теперь перейдем к быстрым способом снижения сахара в крови для этого воспользуемся следующими способами употребление в течение дня чая из черничных листьев прием утром в обед и на ночь по одной столовой ложке сухих пивных дрожжей пить трижды пить три раза в сутки чай на основе березовых почек и цветков сирени принимать течение дня отвар из корневища одуванчика или репейника съедать трижды в сутки по столовой ложке горчичного семени конечно не все сразу выберите какой-нибудь один способ который вам больше нравится но лучше выбрать тот который под контролем глюкометра снижает уровень сахара в крови кроме всего настоятельно рекомендую чаще добавлять в блюдо чеснок это поможет поддерживать нормальный уровень сахара в течение дня как снизить уровень глюкозы в крови при беременности для того чтобы снизить уровень сахара в крови при беременности иногда бывает достаточно просто изменить питание и сахар придет в норму без каких-либо негативных последствий есть инородные средства однако придется согласовать их употребление с врачом это прием за 15 минут до еды одной столовой ложки луковичного сока или настоя настой делают так измельчает одну среднюю луковицу и эту кашицу заливает питьевой водой комнатной температуры настаивает 2-3 часа и принимает три раза в день перед едой по 1 3 стакана по аналогии с предыдущим рецептом можно готовить и чеснок причем использовать можно как зубки так и чесночные перья и даже стрелки хороший эффект для снижения сахара дает также употребление печеных луковиц ежедневно утром на пустой желудок следует кушать одну среднюю запеченную луковицу в течение месяца уровень глюкозы в крови в этом случае нормализуется при беременности особенно важно регулярно контролировать сахар несколько слов о воде несомненно при жажде нужно пить именно воду вода позволяет предотвратить обезвоживание и оказывает помощь почкам при выводе избытка сахара с мочой так при недостаточном потреблении воды увеличивается риск развития гипергликемии поэтому полтора-два литра воды в день это ваша обязательная лечебная доза клетчатка продукты снижающий сахар в крови включает себя растворимые и нерастворимые пищевые волокна они способствуют связыванию и вывода из организма избытка плохого холестерина улучшению работы кишечника и похудению кроме того благодаря им можно замедлить усвоение углеводов и сахара оказывая таким образом положительное влияние на уровень глюкозы в крови и предупреждая развитие диабета второго типа в особенности действенно растворимая клетчатка присутствующая в таких продуктах как овес бобы некоторые цитрусовые и яблоки листовая зелень она становится все более популярной помимо различных сортов салатов модный тренд здорового питания это употребление шпината и микрозелени кстати о шпинате и микрозелени вы можете посмотреть видео на медицинском канале эти продукты содержат в себе кроме клетчатки большое количество антиоксидантов и магния они понижают сахар в крови доказано что при недостаточном употреблении магния увеличивается риск развития инсулино-резистентности и диабета второго типа а роли магния вы также можете посмотреть дополнительно видео на медицинском канале рыба напрямую не влияет на уровень сахара в крови но она является прекрасным источником качественного белка повышающего чувство сытости и позволяющие снизить потребление углеводов еще одной причиной по которой продукты снижающий сахар в крови при диабете включая из себя еще и рыбу является повышенное количество в ней ненасыщенных жирных кислот способных уменьшить уровень плохого холестерина продуктом снижающим уровень сахара в крови относятся конечно и черника она блокирует определенные пищеварительные ферменты и тормозит усвоение углеводов кроме того употребление этих ягод позволяет предотвратить резкие скачки сахара в крови согласно результатам одного исследования проводившегося великобритании за счет употребления продуктов которых содержится флавоноиды а черника относится именно к таким продуктам можно понизить риск развития инсулино резистентности еще стоит отметить отсутствие избыточного количества сахара в этих ягод а вот еще несколько рецептов которые если не мгновенно то очень быстро снижает уровень сахара в крови чтобы приготовить сахароснижающий настой необходимо 8 лавровых листьев поместить в термос и залить 300 литрами кипятка дать настояться в течение четырех часов принимать такой настой необходимо по 100 миллилитров три раза в день в течение трех дней после чего делается двухдневный перерыв гипогликемическое действие лавровых листьев обусловлено наличием в них эфирного масла а также фитохимических веществ улучшающих метаболизм как глюкозы так и инсулина полифенолы в составе лавровых листьев активно участвует в секреции инсулина поэтому прием такого настоя позволяет контролировать уровень глюкозы в крови и избегать ее резкого повышения есть исследования показывающие что употребление 2 грамм лаврового листа в день в течение месяца снижает уровень глюкозы в крови до 30 процентов а общего холестерина на 25 процентов еще один интересный рецепт это кефир с корицей для понижения уровня глюкозы в крови рекомендуется хотя бы раз в день утром перед завтраком выпивать кефир и корицу приготовить коктейль достаточно легко 200 миллилитров полтора процентного кефира добавьте одну ложку корицы это примерно 3 грамма кефир с корицей улучшает метаболизм снижает уровень глюкозы и плохого холестерина в крови можно просто еще как вариант добавить корицу в стакан теплой воды или чая или кофе без сахара конечно в дозе до 1 чайной ложки это напомню примерно 5 грамм а начинать добавлять корицу нужно с 1 грамма постепенно доводя до 5 6 грамм в одном из исследований членов американской диабетической ассоциации результаты которых были опубликованы в журнале диабет ска было отмечено что употребление в течение 40 дней корицы натощак больными с сахарным диабетом второго типа в количестве от 1 до 6 грамм в сутки снижает уровень вредного холестерина от 7 до 27 процентов а глюкозы от 20 до 30 процентов есть еще один нюанс корицу следует брать в виде палочек это самая лучшая целебная цейлонская корица а вот чтобы ее дозировать уже самостоятельно перетрите в порошок та что продается в супермаркетах в виде порошка это ее жалкая китайская копия и пользы от нее мало гречка с кефиром гречневая крупа обладает средним гликемическим индексом благодаря чему в умеренных количествах ее просто можно и нужно употреблять при повышенной глюкозе в крови богата гречка витаминами группе b марганцем фолиевой кислотой железом фосфором и микроэлементами которые способствуют укреплению стенок сосудов выводят вредный холестерин стимулирует кровообращение кефир же улучшает усвоение этих микроэлементов и что немаловажно не влияет на содержание сахара в крови вот вариант употребления гречки с кефиром 2 столовые ложки гречневой крупы измельчите полученный порошок залейте двумя стами пятьюдесятью миллилитрами нежирного кефира оставьте настаиваться в холодильнике 10 12 часов принимайте напиток за 30 минут до еды утром и вечером яйцо с лимоном для приготовления этого понижающего сахар в крови с надобья понадобится одно сырое яйцо и один лимон кстати можно использовать и перепелиные яйца но их количество уже будет не одно примерно 45 штук яйцо после разбития необходимо взбить разрезать лимон на две половинки и отжать примерно 50 миллилитров сока смешать яйцо с лимонным соком принимать такую яично-лимон смесь нужно один раз в день за 30 минут до еды схема лечения такая три дня употреблять это средство а три дня нет затем трехдневный курс повторить и снова сделать три дня перерыв таким образом полный цикл лечения составляет один месяц а при хорошей переносимости такие курсы можно проводить 45 раз в год это средство утоляет голод насыщает организм белками и мягко нормализует уровень сахара в крови белая фасоль чтобы снизить уровень глюкозы в крови приготовьте следующий настой возьмите три крупные белые фасолины замочите в 100 миллилитров холодной воды и оставьте настаиваться на ночь утром за час до еды съешьте замоченную фасоль и выпейте оставшийся настой курс такого лечения полтора месяца в фасоли содержится клетчатка органические кислоты и другие микроэлементы помогающие контролировать уровень сахара в крови к тому же у фасоли низкий гликемический индекс это около 35 единиц а это важно для людей страдающих сахарным диабетом яблочный уксус помогает уменьшить аппетит усилить выработку желудочного сока нормализовать углеводный обмен и стабилизировать содержание глюкозы в крови для приготовления гипогликемического средства необходимо одну столовую ложку яблочного уксуса развести в стакане теплой кипяченой воды пить такой целебный напиток натощак нельзя так как это может привести побочному эффекту по этой же причине рекомендуется после приема напитка съесть легко усвояемый продукт например яйцо всмятку яблочным уксусом можно также заправлять салаты а курс такого лечения составляет 3-6 месяцев еще один продукт рецепты приготовления из которого стоит упомянуть это овес это прекрасный диетический продукт способствующий снижение сахара в крови и нормализации работы поджелудочной железы кроме того во все содержится растительный полисахарид инулин который задерживая на своей поверхности углеводы из пищи замедляет их поступление непосредственно в кровь инулин способствует тому что уровень глюкозы после приема пищи повышается медленно а не скачкообразно с лечебной целью используется отвар овса а делается он так 400 грамм зерен овца заливает четырьмя стами миллилитрами кипятка и оставляет настаиваться 10 часов после настаивания необходимо продамить настой на маленьком огне в течение 10 минут процедить и принимать отвар по 10 миллилитров два раза в день за 30 минут до еды курс лечения 1 месяц и конечно использование отвара овса как и другие приведенные рецепты необходимо согласовывать с следующим врачом-эндокринологом цикорий также содержит инулин механизм действия которое я озвучил предыдущем рецепте какую пользу может принести цикорий при повышенном сахаре в крови инулин из цикория удерживает углеводы поступивший с пищей частично эти углеводы потом попадает в кровяное русло но большинстве своем выводится вместе с инулином из организма и в этом заключается польза инулина снижающего сахаристость пищи полезное вещество из цикория не разрушается при нагревании напитка однако оно может изменяться и подвергаться гидролизу такое свойство характерно для инулина которые содержатся в уже готовых быстро растворимых напитках а вот самостоятельно приготовленный настой из растения а также экстракт цикория не теряет своих лечебных свойств и способности снижать сахар в крови перегородки грецких орехов при сахарном диабете также понижает уровень глюкозы в плазме и попутно обеспечивает организм йодом 20 грамм ореховых перегородок необходимо варить на медленном огне в двухстах миллилитров воды в течение часа после чего отвар принимает по одной столовой ложке между приемами пищи можно еще приготовить водочную настойку для этого две столовые ложки перегородки грецких орехов заливает качественной водкой настаивать течение одной недели и принимает по 6 капель добавляя их в две столовые ложки воды три раза в день до еды курс лечения от двух недель до трех месяцев и снова таки напоминаю лечиться народными средствами при диабете необходимо под контролем лечащего врача эндокринолога друзья подписывайтесь на медицинский канал ставьте лайк если вам понравилось этого видео желаю всем здоровья и до новых встреч на медицинском канале